Великой Новгород Великой Новгород Великой Новгород Сегодня его первая игра в старте Поехали Разыграли с центра поля Динамовцы Сразу длинная передача вперед Здесь Маркосов борется за мяч Кулишев зацепился И Батютин пробует с левой ноги делать передачу На шоу Сульского арсенала буквально на прошлой неделе Аптака левым флагом Батютин с мячом Передача на дальнюю штангу Здесь защитник играет здорово Шумейка головой опережает Защитника и фол в атаке сейчас Отличаться чем-то от других команд футбольной национальной лиги Которые очень часто действуют По одной и той же схеме Маркосов имел шанс открыть счет уже на Восьмой минуте Хорошая передача с фланга Передача на правый фланг И сразу же следует навес Генералов играет надежно Мяч выпускает Но сразу же его забирает вторым касанием Домашняя заготовка С двумя ложными забеганиями Удар головой Третий номер Темп атака материала Начинают ее футболисты Динамо заново Маркосов активно цепляется за мячи В начале матча Передача на второй темп Снова Маркосов Еще одна передача на Соловьева Соловьев удар Мимо За стыки Но сейчас лучше мы посмотрим за атакой факела Маркосов на батюте на передачу С левой ноги удар в створ Не очень уверенно забирает мяч Артем Федоров Но со второй попытки Очень далеко ушел от своей От своей позиции Передача на левый фланг Здесь Лукьянов спрострел И вторым темпом набежал Каюмов Самый опасный игрок в составе Команды Факел Выжидательную позицию Нужно сказать, что После этой атаки Каюмов обыгрался С Амбарсумяном И делал проникающую передачу Но мяч отлетел к Власову Соловьев на левом фланге На вес Маркосов играет на опережение Здесь могли вторым темпом Еще добавить Динамовца Но не получилось Лукьянов Диагональ вперед Здесь Лукьянов сможет выйти Один на один И практически выходит Но здесь Генералов играет здорово И защитники должны помочь Пенальти нет Песегов выручил Внуш Справа есть Кулишев Ему и последует передача От Батютина Здорово разогнали атаку Житников просит передачу Второй на второй темп Передача вперед Удар Гол 1-0 Это автогол Но тем не менее Празднуют Сарафтеры этого мяча Забитый гол Кулишев сделал передачу с фланга Маркасов поборолся Потом мяч отскочил в защитника После чего закатился в ворота 1-0 Здорово На 31-й минуте матча Вытерпев Стартовый натиск Футболистов Воронежского факела Динамо открывает счет Получилась фланговая атака Кулишев активно здесь подключился Еще раз смотрим Подача Маркасов пролетает И кто-то из защитников Центральник срезает мяч Свои ворот Снова двойной ложный пробег И Каюмов навешивает на ближнюю штангу Опасно Но защитники один в один играют здорово у Динамо Сердюк Удар Нет, Генералов тащит сумасшедший мяч Сумасшедший В упор Метров с пяти 23-й номер пробивал Бесегов И через Власова строится атака Власов устремляется вперед И Бесегов рывается в штрафную Может быть опасная передача вдоль ворот Здорово играет Федоров И вынос сразу же Соорудили опасный момент В конце Басютин Передача на Кулишева Кулишев с мячом Передача на Маркосова Маркосов ставит спину Удар Ой-ой-ой Метров 12 было до вороту 55-й Андрей Семенов 92-й Игорь Хайманов 3-й Дмитрий Каюмов 6-й Иван Лукьянов 23-й Евгений Ушаков 37-й Армен Амбарцумян 10-й Александр Мануковский Капитан команды 8-й Компактно обороняется И не дает особо развивать свои атаки Футболистам Вот сейчас получается Скидка Кикс удар И снова Генералов тащит Сложнейший мяч Естественно В рамках правил Каратаев Передача в штрафную На Власова Власов удар Перекладина Перекладина Хорошая комбинация Получилась у Динамовца Мяч у Воронежского факела 22-й номер появляется на поле Александр Алхазов Очередное Этот обезот стадион Шумейка Ложный разбег Удар Был ли рикошет? Нет, рикошета не было В итоге не совсем точная передача Но Осипенко сейчас не здорово мяч обрабатывает Маркосов пускает Пробег Барсова Барсов выход 1 на 1 удар И 3 Гоу! Девяностая минута 2-0 в пользу Динамо Воспользовались ошибкой Сипенко Футболисты В белых футболках 2-0, и это, скорее всего, приговор. Михаил Маркосов, как и в матче с Енисеем Красноярским, весь матч боролся за верховые передачи, за мячи, помогал в защите, а сейчас подкараулил ошибку центрального защитника и вывел на один, один на один Максима Барсова, который свой момент использовал. Первый гол нападающего в сезоне, поздравляем его с этим событием. Какие вопросы к вратарю Пакела Арсему Федорову? Да, никаких мяч он задел, но не смог отвести угрозу от своих ворот. Остается играть. Рогов отдает передачу на Каратаеву. Каратаев, передача налево. Еще может быть один гол. Прострел вдоль ворот, и нет, спасает Шерифи. 33-й номер, вышедший на замену, спасает Пакела от третьего мяча. Из футболистов Динамо нужно, конечно, выделить целую команду. Не думаю, что стоит выделять персонали. И все. Первый матч в Великом Новгороде для Динамо заканчивается победой. Третьей победой в чемпионате, третьей победой в подряд. 2-0, с таким счетом обыгран Воронежский факел. Что можно сказать об игре? Игра была равная. Обе команды имели голевые моменты, но своими воспользовались именно футболисты петербургского Динамо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok